Нижний Новгород. Раннее утро. Под самой крышей многоэтажки, на козырьке балкона, ребёнок. Не плачет, не кричит, не зовёт на помощь. Просто сидит, весь съёженный от холода. Одного колена варно ходить. Мальчика зовут Коля Кашин. Учится в пятом классе. Спасатели поражены его спокойствием и бесстрашием. Ты давно сидишь-то здесь? Да нет, ну, давно никак. Со скольки часов? С 19 с половиной. Оказывается, Коля просидел тут всю ночь, в одной лёгкой курточке. А виноваты в этом его младшая сестра и её роликовые коньки. Сюда вот сестра добежала, вложила вот на эту дощечку ролики. Они сюда вот скатились. Я полез за ними. Коля коньки достал, забросил на крышу, а сам вылезти не смог. Сестра испугалась и убежала. А Коля так и остался на козырьке балкона. Он мог бы позвонить бабушке, но мобильного телефона у него нет. А кричать и звать на помощь пацан постеснялся. О, хорошо, давай-давай-давай-давай. Замёрз, смотрю. Давай, молодец. Опа. Спасатели быстро достали мальчишку, укутали одеялами и передали врачам. А вот, кстати, и Колина бабушка. Оказывается, она прекрасно знала, почему её внук не пришёл ночевать. Обо всём рассказала сестра. Но почему-то бабушка не стала обращаться за помощью. Почему сразу-то не позвонили? Господи, не сообразила. Вот вид. Вот старый. Коля сильно замёрз. У него переохлаждение. Придётся ехать в больницу. А бабушке после беседы с врачом предстоит ещё прослушать лекцию на тему, как надо следить за детьми. Её прочитает инспектор по делам несовершеннолетних. В ночь на 10 сентября 2010 года жильцы этого дома в Нижнем Новгороде не сомкнули глаз. Им не давали спать душераздирающие кошачьи вопли. Кот Барсик охотился на крыше за голубями и в полупогоне свалился на козырёк самого верхнего балкона. Всю ночь он истошно орал, а под утро силы иссякли, и теперь он лишь жалобно мяукает. Жильцы проклинали Барсика. Многие грозились пристрелить, и лишь две женщины обливались вместе с ним горючими слезами. Его хозяйки. Пенсионерка распереживалась и всю ночь вместо Барсика пила валерьянку. А её внучка разрабатывала план спасательной операции. В руках корзинка на верёвочке, а в ней рыба. Голодный Барсик тут же погрузился в лифт. Женщины невероятно горды своей изобретательностью. Жильцы рады, что следующей ночью они смогут спокойно поспать. А Барсик после пережитого ужаса теперь уж точно ни за что не променяет домашние харчи на каких-то там паршивых голубей. Хороший кот, хороший, прям прелесть.